Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асылбек Дюсюбаев совершил рабочую поездку в Улутауский район. В Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфулина состоялась премьера спектакля «Адаскандар». В Карагандинском запарке слабых и больных зверей скармливали остальным животным. Несколько животных погибли от переохлаждения. Подробности через несколько минут. В Карагандинской области идет строительство 43 социально значимых объектов. Ряд из них реализуются в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Сейчас работы закончены на 90%. Однако из-за нехватки финансирования сдача многих строений переносится на 2016 год. На строительство социальных объектов из бюджета было выделено более 7 миллиардов тенге. Однако из-за нехватки и неосвоения подрядчиками денежных средств полный ввод в эксплуатацию затягивается. Особенно остро при обсуждении встал вопрос о строительстве котельной в городе Сарань. Глава региона призвал чиновников держать фирму-подрядчика под пристальным вниманием. А то в этих условиях может же так, он исчезнет, объект недостроен. Ладно, будем его несколько лет искать или привлекать. Даже осудят его пусть, а объект будет стоять. Докладчики отчитались и о остальных строениях. Со слов чиновников, на стадии завершения находятся 9 объектов образования, 28 сельских врачебных амбулаторий, один объект культуры и спорта и реконструкция Кировского отдела полиции. Всего по итогам 9 месяцев управлением освоено 5 миллиардов 107 миллионов тенге, что составляет 95% к плану. Аким области поручил управлению строительства продолжать вести контроль за текущими работами. Объекты, готовые на 85%, должны быть закончены в первую очередь. Аймамрина Улжас-Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфулина состоялась премьера спектакля «Адатскандар». Драма рассказывает о том, как молодые люди, не нашедшие себя в этой жизни, уходят с головой в нетрадиционную религию. На премьере спектакля побывали и наши корреспонденты. По сюжету сначала даже родители героев пьесы не против того, что дети начинают читать намаз, быть богобоязненными, пока они не сообщают, что намерены строить исламский халифат на территории, объятой войной Сирии. Идея написать такую пьесу Кенеш Жумабек решился после сюжета в показанных новостях, где показывали откровенные интервью с бывшими боевиками. Особенность этого спектакля заключается в пропаганде истинного духовенства. Мы надеемся, что после сегодняшней премьеры многие зрители поменяют свои иные взгляды относительно нашей религии. Многих зрителей до слез растрогала сцена, в которой показаны безуспешные уговоры Аксакала оставить дома хотя бы сына-подростка. Но затуманенные идеями скорейшего обогащения дети его не слушают. В постановке премьеры также были представлены религиозной ситуацией многих стран ближнего зарубежья. В этом спектакле были трудности, то, что, к сожалению, наши некоторые казахстанцы, наши родные, допустим, сельчане, они идут к этому, к этому, допустим, как говорится, джихаду. И я считаю, что такое играть на сцене очень трудно. Главная цель спектакля – призвать людей найти истинный путь и не заблудиться по течению разных событий в мире, не забывать родину, религию и, конечно же, свой человеческий нрав. В примере спектакля участвовали также чиновники и руководство региона, так как данный спектакль был подготовлен по заказу областного акимата и Управления по делам религии. К этому спектаклю мы готовились очень серьезно, упорно трудились два месяца. По своей сути, спектакль имеет большой воспитательский характер. Главное, чтобы сегодняшние молодые не потеряли себя как духовно, так и как личность. По словам автора и режиссера, теперь актерская группа поедет показывать постановку по области и рассчитывает, что для спектакля предоставят и главную театральную сцену страны. Гульза Ацахова, Расулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Ацалбек Дюсибаев совершил рабочую поездку в Улутауский район. У чиновников все действия по реализации комплексных планов развития региона находятся на особом контроле. Наш корреспондент более подробно. Ацалбек Дюсибаев ознакомился с ходом строительных работ семейно-врачебной амбулатории по программе «Дорожная карта занятости-2020» инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20 домов, возводимых в рамках программы «Доступное жилье» физкультурно-оздоровительного комплекса. Все это находится на особом контроле у чиновника. После этого он посетил цех по производству минеральной воды и пэхмиров. Руководство цеха показывало оборудование и весь процесс производства. Вода идеальная. Мы ее можем на экспорт даже сдавать, эту воду. Она подходит под всем каноном. Жесткость воды нашей 1,65. В нашей воде щелочь, фтор, кальций, магний есть. Самое главное в воде щелочная среда. После этого Ацалбек Дюсибаев посетил исторический комплекс «Хандар-Аланэ», построенный в 2011 году с целью развития туристической отрасли области. По окончанию поездки было проведено совещание по вопросу исполнения бюджета на 2015 год и перспективах развития на 2016 год. Также были рассмотрены проблемные вопросы, по решению которых был дан ряд конкретных поручений. Амина Смакова, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. В Карагандинском зоопарке слабых и больных зверей скармливали остальным животным. Несколько животных погибли от переохлаждения. В клетках и вольерах длительное время не проводились уборки. И еще масса других нарушений были выявлены в излюбленном месте отдыха горожан. Многие жители города, гуляя по Карагандинскому зоопарку, даже не подозревают, в каких условиях содержат животных. Клетки и аквариумы не обеспечены вытяжной вентиляцией. Почти во всех вольерах полная антисанитария. Продукция питания для животных приобреталась без необходимых актов ветеринарно-санитарной экспертизы. Экспертиза отобранных проб указанных продуктов показала несоответствие установленным требованиям отдельных продуктов. По требованию прокуратуры и администрации зоопарка продукция, несоответствующая требованиям, возвращена поставщикам. В 2013 году администрация зоопарка планировала обменяться с животными Шимкенским государственным парком. При погрузке алтайского морала животное было травмировано. В связи с этим через несколько месяцев скотина погибла. Это животное не было поставлено на учет при рождении, и факт гибели, соответственно, не зарегистрирован. Осел, пони, коза и несколько других животных были вживу ускорблены диким обитателям зоопарка. В ходе проведенной проверки установлены лица, которым сотрудники зоопарка реализовывали животных, умышленно не зарегистрированных и не учтенных при рождении. По данным фактам природоохранной прокуратуры произведена регистрация в едином реестре досудебных расследований по статье 307 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Администрация зоопарка без соответствующих ветеринарных документов обменивалась с животными. Однако после проверки и вмешательства прокуратуры 16 сотрудников зоопарка были лишь оштрафованы. Лариса Хусейнова, Жасулан Макулбеков, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В селе Харамурон Читского района открылся мини-центр. Владелица половины здания школы, экс-директор Камша Цулейменова, о которой рассказывали наши корреспонденты, вернула строение детям. После длительных разбирательств родителям учеников удалось добиться, чтобы бывший директор школы все-таки покинула стены здания. Со слов жителей села, для этого им даже пришлось написать письмо президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Местные власти, ссылавшиеся ранее на отсутствие денег, нашли таки средства из бюджета. Были выделены средства с района бюджета 4 миллиона и был определен подрядчик, который выполнил весь объем работы. Здесь вторая половина полностью отремонтирована, туалет внутри, санузел, игральный зал. В день открытия в селе настоящий праздник. Счастливые родители дошколят накрыли Достархан. Их малыши радовали гостей стихами и танцами. Жительница села Карла Гашумагалиева – одна из тех, кто боролся за открытие мини-центра. Бабушку двоих учеников переполняет гордость, что им это удалось. Наши дети пойдут в ногу со временем. Мы выражаем огромную благодарность всем, тем, кто не остался равнодушным и принимал активное участие для того, чтобы сегодняшний день состоялся. Не могла скрыть своей радости и другая мамочка. Салтанат Айсабазова воспитывает четверых детей. В мини-центр Еркимаи пойдет ее младшая дочь. Дочь, наконец, она ждала, очень сильно ждала, прошла тогда, откроется. Обучение будет на казахском языке, очень радует. Все родители очень переживали, помогали, чем могли. И даже вот сегодня с утра все, честно говоря, сильно волновались очень. Я прям с утра переживала, как оно все пройдет. И очень рада, что в нашем ауле будет, наконец-то, мини-центр. Мини-центр Еркимаи на 15 мест уже готов принять детей. Малыши будут посещать его с 10 утра до полудня. При этом платить родителям ни за что не придется. Аймам Ринаулжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. С нового года карагандинских бизнесменов обяжут установить кассовые аппараты нового образца. Аппарат с фискальной памятью и онлайн-передачи данных планировали установить еще в июле. Однако практика показала, что в городе пока нет такого количества техники. Со слов предпринимателей, несмотря на продление сроков применения, налоговики игнорируют предписание. Бизнесмены пожаловались о уведомлениях с предупреждением о обязательной установке новых кассовых аппаратов. Со слов предпринимателей, их рассылают из управления государственных доходов. В письмах указан 30-дневный срок, за который они должны его поставить. В случае неисполнения данного поручения, представителей малого и среднего бизнеса ждет штраф. Если нет техничных возможностей, не успевая, соответственно, по приобретению, регистрации и так далее, будут ли взыматься штрафные санкции. Также бизнесмены рассказали о том, что приобрести такой аппарат они бы и рады, но найти их по городу не так-то просто. Если даже они и есть, то отсутствуют соответствующие сертификаты или цена слишком высока. Предприниматели попросили чиновников из управления госдоходов разобраться сначала с этим. Насколько не хожу, или сертификатов нет, или вообще вот этих приставок нет. Подключить новые контрольно-кассовые аппараты бизнесмены смогут через Казахтелеком. Стоимость абонентской оплаты в месяц будет составлять полторы тысячи тенге. Казахтелеком касательно проекта ККМ подключает бесплатно. Только подключает бесплатно. Но другие расходы связаны с подключением ККМ. То есть, допустим, если налогоплательщику необходимо приобрести дополнительный модем, кабель, который надо протянуть с торговой точки до ближайшего узла КАКТелекома, то эти расходы несет сам налогоплательщик. Итак, с 1 января 2016 года все торговые точки должны будут иметь новые аппараты. Сейчас бизнесмены и Казахстанская ассоциация предпринимателей готовят обращение в управление госдоходов. Они хотят, чтобы чиновники пока не выставляли штрафных санкций. Аймамрина Исламбеку Спан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Молодые сотрудники полиции приняли присягу. Более 30 полицейских получили погоны с заветными лейтенантскими звездочками. На торжественное мероприятие побывали и наши журналисты. Под марш полицейские пронесли флаг страны и исполнили государственный гимн. Традиционно на построение 35 молодых сотрудников торжественно дали клятву на верность Родине. Ряд сотрудников приняли присягу для верного служения народу Казахстану. Ряд сотрудников получили первое звание лейтенанта полиции. Это приказы о внутреннем делу. Поэтому эти мероприятия, я думаю, навсегда останутся у них в памятах. Я что желаю? Достойно несли звание сотрудника полиции. Полицейские перешли на зимнюю форму одежды. Новость стала приятной в первую очередь для сотрудников, которые несут службу на улице. Это прежде всего представители дорожно-патрульной полиции. Кроме того, многие полицейские получили свои лейтенантские звездочки. На глазах у гарнизона спецназовцы и полицейские показали все приемы самбо, стрельбы и обезвреживания опасных преступников. Сегодня я очень рад, что получил от генерала лейтенантские звания лейтенанта, а также буду служить верной службой Республики Казахстан. Сегодня у нас проходит значимое событие. Мы перед генералом приняли присягу на верность Родине. И я горжусь, что имею честь служить во благо своей страны. Подобные строевые смотры проходят регулярно, два раза в год, весной и осенью. Руководители подразделения проверили также наличие и состояние форменного обмундирования, в соответствии служебных удостоверений, навыки строевой выдержки и общую слаженность подразделений. Начальство в иной раз удостоверилось в готовности сотрудников нести службу достойно. Гульза Ацахова, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Бахрейнский фонд «Куран Карем де Холдау» подарил Казахстану 100 тысяч экземпляров священной книги «Куран» на арабском языке. А в Карагандинскую областную мечеть завезли 2700 книг. В торжественной обстановке главный имам области Омерзак Бек Кожа вручил священную книгу «Куран». 20 экземпляров получили городские мечети, 15 районные и по 5 экземпляров сельские. И мы сегодня собрали всех имамов нашей области для того, чтобы они взяли эти «Куран» и передали своим имамам и тем мусульманам, которые не могут достать «Куран», которые живут в аулах. Главный имам области Омерзак Бек Кожа отмечает, что такое масштабное событие в регионе проходит впервые. Для прихожан это хорошая возможность прийти в мечеть и прочитать священную книгу. Кто живет по «Курану», тот у того человека духовное богатство, то есть нравственность в его характере, он спасается от грехопадения. Карагандинские мечети пополнились священными книгами благодаря главному муфтию Казахстана, Иржану Кожима Гожиллы и общественному фонду «Казахстан-Хатар». Диана Рамазанова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин